добрый вечер дорогие отцы и матушки братья сестры продолжаем с вами поучение номер четвертое слово 4 о послушании лестницы преподобного ивана во время исповеди будь как наружным видом так и внутренним чувством и мыслью как осужденный преступник поникший лицем на землю если можно то моча слезами ноги судьи и врача твоего как ноги самого христа здесь говорится о том чтобы наше даже наружное состояние соответствовал внутреннему конечно самое главное внутренне но мы понимаем что если мы и на исповеди просто на службе стоим развалочку или там как-то ну скажем чему-то прислонимся и прочее как-то неблагоговейно то от этого зависит и внутреннее состояние то есть есть взаимное влияние внутреннее влияет на внешнее поведение дух творит себе форму но и наружное поведение тоже влияет на внутреннее состояние поэтому здесь говорится что на исповеди нужно действительно и внешне соответствовать кающемуся грешник виду кающего грешника тоже время не должно конечно быть какой-то артистичности на опущенности какой-то такой вот действительно преклонение главу вот и написано если можно моча слезами ноги судьи и врача когда господь даст слезы то можно и на исповеди проливать слезы бесы имеют обычай часто внушать нам или совсем не исповедуется грешение отцу или исповедовать но как бы от лица иного или складывать вину своего греха на других конечно ко всем нам это поучение как людям которые исповедуются и исповедуются а также и исповедуют то есть также мы должны получать и своих исповедников то есть бывает человек долгое время не исповедуется или если уже пришла нужда исповедоваться понуждение какое-то нужно исповедоваться то человек старается как-то на исповеди не приносить покаяние а увиливать вот осознание вины покаяние вы наверно замечали люди часто в третьем лице а даже во втором лице говорят ну бывает там съешь что нибудь я гонута не корректно выражение надо говорить прости господи вот съела там что-то непостное там нарушила пост говорят обычно бывает пост нарушишь это неправильно даже выражение это уже есть попытка такая неосознанная бывает но вот такого самооправдания а также складывать вину на других но прежде там конца в лестнице мы как-то проходили когда когда брат сгалуются что вот я раздражился потому что меня кто-то раздражил и преподобный ангель безумный неужели в тебя кто-то вложил эту страсть разве брат вложил страсть у тебя это раздражение это она открылась вот промыслом божьим что есть у нас эта страсть поэтому надо ее исправлять а не заниматься обвинением или осуждением других людей конечно на исповеди можно кратко сказать события или обстоятельства но может лучше всего без называния имен а просто так что вот случилось так что вот тот прихожанин одна прихожанка вот так мне сказала я там раздражился или сотрудник получать бога я там обиделся позавидовал вот то есть кратко обстоятельства в основу свое свой отлик отлик своего сердца который обнажает язву нашей души вот об этом и должна исповедь быть это и надо говорить духовнику если все зависит от навыка и за он им следу тем более добродетель как имеющая великого содействия бога есть такая латинская поговорка привычка вторая природа и отцы общем то так же говорят что кудой навык может обратиться прям характерную черту то есть характер так сформируется что страсть формирует наш характер и чем когда будет раздражительным вот вся природа его меняется то есть искажается богом созданная природа и здесь говорится что действительно навык намного влияет и этим в то же время надо пользоваться то есть стараться приучать себя к добродетели а так как она нам в общем то была изначально сворчен добродетель а тем более сам творец и спаситель помогает нам приобретать то и нам нужно приложить усилия чтобы наши добрые дела стали нам привычны что это значит допустим когда мы кушаем за общим столом то выбирать по нужда от себя надо выбирать самое худшее допустим поставили в общую чашку с черешней вот и вы кушать и еще кто с вами с трапезики кушают вот и заметьте какие вы выбирать ягодки чаще всего мы выбираем ягодки получше побольше вкуснее а то что помельче что-то это другим уже ну у меня так получается но я когда уже задумаюсь надо же по-другому и понуждаю себя все-таки выбирать самое худшее а постепенно потом это становится уже навыком вот так что замечать за собой если где-то возможно получше поступать надо понуждать даже нас не тянет так поступать но мы знаем что по евангелию нужно так и понуждать а потом господь дарует что это становится привычка такой и свойством природы не будешь сын мой много лет трудиться для приобретения блаженного покоя в душе если сначала от всей души придашь себя терпение без чести еще раз напомню я много раз говорил что скажем преподобный силуан афонский говорит что самый короткий путь стяжание бесстрастия это терпение напрасненный как смирением и самоукорение об этом оптинские старцы сплошь и рядом пишут но это менее всего принимает сожалению наши собратья наши прихожане и они говорят не может такого быть почему я должен терпеть напрасно это несправедливо люди со мной поступают надо добиться справедливости но это уже не евангелие это та правда который требовал дьявол от креста говорит садись креста это же люди грешные после страдают зачем-то за них на крест зашел а у господа своя правда то есть пострадать за виновных понести их немощи понести эту напрасну чтобы эти души спаслись и вот святые говорят что наша молитва наиболее дерзновенно тогда когда мы терпим от этого человека ну что-то неприятности какие-то тогда наша молитва более сильна потому что когда нам подарили хорошую машину или дом то нам легко за этого человека молиться и в общем то это ничем не отличается от молитвы такого можно сказать неверующего человека или человека другой религии а когда у нас отобрали что-то и нам искренне за него молиться за эту душу чтобы господь спас гораздо тяжелее но это уже есть духовная молитва это уже есть исполнение евангелия это есть уже понуждение вашего естества на ангельскую жизнь ну нам пример в этом сам христос спаситель поэтому я вот сколько общался с прихожанами зачастую говорят нет это несправедливо почему она так надо так сделать за себя заступиться надо там или даже и его тоже оклеветать этого человека на самом деле это и вот такая мудрость у нас я говорю не все доросли кто храм ходит это мало очень людей которые согласны терпеть всякое бесчестие и молиться еще за этого человека я помню на приходе один раз у нас одна сотрудница работала и такая как-то она мне исповедовалась и как-то спрашивает владыка я уж так более-менее духовно или вот как вот вы видите я говорю ну давай так вот где ты трудишься у нас на приходе мы там сейчас проведем комиссию как называть ревизию и ревизия покажет что ты принесла ущерб на сторону товар там подевала на сто тысяч рублей и я об этом всем буду говорить но потом через две недели мы как будто бы разобрались и уже что ты не виноват она так подумал нет я так не смогу потерпеть все это ну вот тогда сама думаю духовное или не духовное вот и здесь говорится так если мы хотим покоя то что предать себя терпение бесчестия быть кротким смиренным как господь сказал научитесь от меня я как роток есмь и смирен сердцем и обрежьте покой душам вашим был такой случай есть я помню рассказывал святой иван колов это учитель наставник арсения великого и он как-то беседовал со своими учениками а его всегда много людей облепляли поскольку он благодать из него возвещала людям получения такие духовные и мимо проходил другой старец этой обители тоже возрасте уязвился завистью и как-то стал злословить ивана все иван получаешь там это прозлословишь все с братьями ну все братья притихли думают что же сейчас будет такого великого святого их наставника так бесчестят а иван соскочил свое место догнал этого человека вот что бы ты сказал если бы видел всю мою испорченность моей души ты бы еще мне не так назвал то есть вот он показал что он всегда готов принимать бесчестие и вы знаете вот помните отец андрей нам рассказывал про андрея христа ради юродио который даже такие чудачества творил чтобы люди не хвалили его а наоборот бесчестие а потом бесы этих помечали людей а он стирал эти печати и говорит это они меня обижают поэтому я за них молюсь богу и молился за своих вот как бы недругов кто его всячески бесчестил то есть святые искали этого чтобы не тщеславиться не искали такого бесчестия мы всячески избегая но мы не мощные не надо сами прям сказать бесчестия но если случается по промыслу божию надо потерпеть а душа должна всегда всякой напрасли не всякой клевете мы действительно можем пострадать кто-то клевещет но это все промысл божий вот такая мудрость есть но не все ее воспринимают и многие не хотят в это верить чтобы не терпеть такого ничего плохого хочется спастись мимоходом как бы кран калит но не особо евангелие исполнять не следует за христом путем узким дальше не думай что неприлично исповедовать грехи твои отцу спас пешнику твоего спасения как богу падше пред ним на землю посему иоанн притеча под приходишь к нему крещение по исповеди не сам нуждаясь в ней но ища спасение приходивших вот но сейчас вы знаете бывает принято не совсем прям не не с на землю но когда исповедуемся на коленочке встать можно и это не есть преклонение пред человеком а это откровение наших грехов с трассом состояния и откровение саму богу поэтому и не возбраняется вставать на коленочке и священник мы не должны удивляться если и после исповеди бываем боримы и получше бороться с нечистотами нежели с возношением ну и вообще где же мы с вами читали то ли это в отечественнике есть что если видишь падение знай что этому предшествовала гордость бывает так что господь видит что мы превозносимся над другими гордимся тогда господь отдаляется своей благодатью от нас и мы уже сами то мы не можем против греха против дьявола бороться и мы падаем вот и то что мы упали надо понимать что прежде значит мы превознеслись и поэтому знаете не бывает такого что поисповеду все больше страсть не борет нет действительно она нелегко искореняется и господь попускает чтобы эти страсти бороли нас поскольку мы еще не совсем смирились помните когда если кто читал житие силуана афонского он говорит господь я хочу молиться тебе чистым умом но бесы не дают мне этого потому что вся керрия бесами наполнялась и даже когда преподобный силуан хотел поклониться образу христа иконе то один из бесов стал перед этой иконой чтобы принять поклонение и тогда силуан опять сел на свой стульчик и говорит господи ты видишь что я хочу молиться и бесы мне не дают помоги мне как мне быть в чем причина господь ему отвечает гордые всегда так страдают и тогда преподобный говорит господи научи мне как бороться с гордостью как мне смириться и получил ответ который тоже не все христиане приемлют считает его жестоким это слово господь сказал держи ум твой в ааде и не отчаивайся это очень важно это такая середина чтобы не возноситься и не отчаиваться то есть считать себя по своим грехам поступкам по своему страстному состоянию не достойным рая а достойным только адских мучений но не отчаиваться помню что ради таких ради спасения таких людей пришел христос распялся и поэтому взывать господи помилуй меня грешного то есть вывод вот с этого стиха что причиной всякого греха практически бывает превозношение гордыни фундамент всех страстей всех грехов не восхищайся и не увлекайся повествованиями о безмолвствующих отцах и отшельниках и не увлекайся в следы кто и с помощью путеводителя притнул ногу тот не только притнулся но без сомнения и до смерти разбился если бы ходил без помощи это конечно поучение к общежительным монахам который в общежитии находится и бывает дьявол вкладывает такую мысль что ты здесь в общежитии то тут грех кругом всякое столкновение с братьями надо тебе на безмолвие идти и бывали случаи вы наверное слышали что скажем по моему Исаакий Киево-Печерский Никита будущий епископ Новгородский будучи еще в Печерском монастыре пострадал от прелести потому что они самочинно пошли на безмолвие а им более полезно быть при отцах а когда уже увидят отцы что кто-то может на безмолвие благословят но попроситься тоже можно но как благословят тоже у кого есть горение жить безмолвником надо обязательно это открыть духовнику и как дальше духовник благословит и принять все надо скажет нет значит нет когда мы бываем неизвежны искушением тогда бесы немедленно приступают воспользовавшись всем как благословным или лучше сказать безрассудным предлогом советуют нам безмолвие намерить же врагов наших чтобы падению нашему прибавить еще рано то есть бывает такое что человек находясь в общительном монастыре ну упал каким-то падением согрешил и тогда бесы говорят причина твоего падения это братья иди на безмолвие там никто не будет тебя искушать и нормально все будет вот и хотят там погубить человек еще не избавился от раздражения превозрошения такому нельзя на безмолвие идти они понуждают был такой случай в отечнике написан один монах жил в общительном монастыре и потом говорит пойду на безмолвие ему говорят тебе не надо тебе рано еще нет пойду я гневаюсь из-за того что вот вы все время тут как-то ну несовершенно согрешаете вот меня это раздражает гневаюсь ну и пошел на безмолвие значит потом пошел за водой там для своей кельи взял кувшин отдалека идти было вернулся кое-как принес поставил кувшин ну кувшин опрокинулся ну что ж такое взял кувшин опять пошел туда за водой пришел опять кувшин опрокинулся вот он когда третий раз пришел и третий раз кувшин опрокинулся он взял ногой как пнет разбил его и потом братям рассказал все я понял что мне не надо безмолвником быть потому что ну тут что кувшин теперь обвинять что он меня раздражил что он увидел что страсть живет в нем самом а таким людям нельзя на безмолвом когда духовный врач наш признает себя недостаточным для исцеления нас тогда должно идти к другому ибо редкие исцеляются без врача кто будет противоречить нам когда утверждаем что если корабль имея искусственного кормчего не избежал крушения то без кормчего он должен был совершенно погибнуть а кто будет противоречить нам ну тут о чем говорится бывает такое что духовник в обитель довольно простой человек вот он благочестивый сколько может молиться а у монаха есть дарование особое и ну только он не сам должен это конечно на тему размышлять а если духовник говорит брат вот ты спрашивай меня о вещах которые я не знаю не могу тебе подсказать и благословит обратиться к другому духовнику то можно благословение одного духовника обращаться уже за советами к другому вот вот но еще расскажу чтобы не сам лишал человек ну процесс сегодня мы покороче сделаем тогда раз у нас долго налажила система запись включая запись в то что нужно сделать